В этом году, из-за пандемии коронавируса, многие мероприятия отменились, но «Формула-студент» — соревнование для институтских команд, которые ежегодно проводятся при поддержке правительства Москвы и программы развития российского автоспорта СМП «Рейсинг», состоялось. Да, без зрителей на трибунах, с минимальным количеством участников. Но, тем не менее. В этом году в соревновании «Формула-студент» приняли участие всего 12 команд. Все из России. Зарубежные университеты не смогли пересечь границу из-за вирусных ограничений. По той же причине не всем заявившимся удалось подготовить свои болиды. На аэродром Быково, где проводилось состязание, приехали лишь шесть команд, а на старт гонки на выносливость вышли и вовсе две машины. Впрочем, это не помешало прибывшим студентам зарабатывать баллы. Ведь помимо ездовых дисциплин, трехдневная программа соревнования включает еще и статические. У нас есть статические и динамические дисциплины. И среди статических присутствует дисциплина защиты конструкции. Когда студенты рассказывают судьям о том, как, на каких принципах сконструирован их автомобиль. Почему применены те или иные технические решения. Соответственно, судьи задают большое количество вопросов, чтобы понять, знают ли студенты тематику или просто где-то написанный текст читают. На «Формулу-студент» приезжали не только за победой. Так, например, команда Московского политеха привезла на аэродром свой спортпрототип «Феникс», чтобы провести показательный заезд. Мы как команда от университета Московский политех, но мы вне общего зачета. Потому что мы уже перешли из класса «Формула-студент» в класс «Сиэн». Это вот у нас есть прототип, спортпрототип «Феникс», на котором мы сегодня будем делать показательное выступление. Победу в общем зачете седьмой «Формулы-студент» одержала институтская команда из Тольятти. Вторыми стали белгородцы, а третьими – петербуржцы. Что дает юным инженерам участие в соревновании. С момента сотрудничества «Формула-студент» и «СМП-рейсинг» мы регулярно берем отыщившихся студентов на стажировку, практику. Ну или просто побыть рядом с нами, побыть в команде, чтобы понять, что такое профессиональный автоспорт, как мы считаем, и построить свои планы на жизнь. Российская «Формула-студент» проводится с 2014 года. До того студенты отечественных вузов участвовали исключительно в зарубежных соревнованиях. Российская «Формула-студент»